МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости этого дня далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагическое испытание. На Яворовском полигоне погиб волонтёр. Кондуктор нажал на тормоза. В столице трамвайный паралич. Понять ПСАКИ? Пресс-секретарь Обамы запуталась. Какой закон об Украине подписал её шеф? Смерть на Яворовском полигоне. Погиб волонтёр. Известно, что произошёл взрыв. Всё остальное лишь догадки. Детали происшествия попыталась выяснить Инна Белецкая. Сегодня на Яворовском полигоне не что-нибудь, а конференция. Да-да, именно конференция лучших украинских артиллеристов. Показывают, что умеют делиться опытом, учатся работать по-новому. И без волонтёров не обошлось. Дуже много материальных засобов, озброєння. Але для того, чтобы ними користоваться, треба научить ними користоваться. Должны были показать, как работает беспилотник. Когда готовили его к демонстрации, произошёл взрыв. Информации о погибшем очень мало. Известно, что его звали Юрий, 39 лет. Инженер. Конструировал беспилотники и умел с ними обращаться. Сами по себе эти аппараты довольно безопасны. Но сегодня волонтёры должны были показать, как с помощью беспилотника поражать цели. К нему стали крепить боеприпас. Почему произошёл взрыв? Никаких комментариев. На данный час можем сказать лишь то, что это был волонтёр. Это не был військовослужбовец. Людина с досвидом, участник АТО. Как испытывают беспилотники на Западе, видно, вот на этих кадрах тут и стреляют, и боезаряд подносят. Пока волонтёры помогают украинской армии, некоторые ценой своей жизни Минобороны в интернете размещают отчёт о пожертвованиях. Оказывается, люди, предприятия уже перечислили почти 153 миллиона гривен и несколько сотен тысяч в валюте. На что эти деньги потратили и потратили ли вообще? Ни слова. Инна Белецкая, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львов. Угольная контрабанда из оккупированного Донбасса. Кто платит террористам за украденный антрацит вчера? Мы обещали вам всё выяснить. И вот что удалось узнать Ярославу Кречко. Военные городки сразу в нескольких областях могут отапливаться контрабандным углём. Минобороны в октябре-ноябре договорилась о поставке антрацита на десятки миллионов гривен. По документам всё может быть и в порядке. Продавцы – фирмы, зарегистрированные на подконтрольной Украине территории. В летний месяц поставок уголя антрацитовой группы в Украину официально не отбывается. Это может быть только уголь с походением из зоны АТО. Ещё одна история с дефицитным антрацитом. Укрзалезницы готовят сделку почти на 100 миллионов гривен. Причём железной дороге предлагает уголь госпредприятие в Угилле Украины. По мнению экспертов, о происхождении антрацита можно только догадываться. Но с большой долей вероятности, можно сказать, он либо российский, либо украинский с оккупированных территорий. Если кто-то займётся его отслеживанием, путей его поставок, ну, в общем, это сложное, наверное, не самое благородное дело. Это первое. А второе, ну, очевидно, что какие-то объёмы антрацита, контрабанды сейчас попадают в Украину. Что интересно, укрзалезницы покупают каждую тонну антрацита почти на 1000 гривен дешевле, чем Минобороны. Причём, как утверждают участники рынка, отапливать военные городки вполне можно не дефицитным антрацитом, а газовым углём, которого достаточно на подконтрольной Украине территории. Да, его приходится сжигать больше, но он и дешевле. На официальные запросы Минобороны, Укрзалезницы и вугилья Украины пока не ответили. По нашей информации, ворованный уголь боевики продают по цене ниже 1000 гривен за тонну. И если госструктуры через посредников покупают именно контрабандный антрацит, то таким образом финансируется не только терроризм. Кто-то здесь, в Украине, торгуя с террористами, получает троекратную прибыль. Не знать об этом не могут наши компетентные органы. Тогда почему молчат и чей это бизнес? Ярослав Кречко, Сергей Ерёменко. Подробности, телеканал Интер. Далее в прямом эфире поговорим с нашими корреспондентами в зоне АТО. Начнём с Руслана Смещука. Сегодня он был в районе Горловки. Руслан, здравствуй. Что там происходит? Тебе слово. Алексей, мы побывали на позициях, расположенных всего в двух километрах от захваченного города. Последние несколько дней боевики практически не используют тяжёлое вооружение. Возможно, причиной тому густые туманы не мешают корректировке огня. Но регулярно боевики обстреливают солдатов из автоматов и крупнокалиберных пулемётов. Также нам рассказали, что в стане сепаратистов, похоже, разброд и шатание доходят до перестрелок между разными группировками ДНР. Вот это вам сравнение, какими мы, какими по нас стреляют. Вот это наши 545, а это их 12,7. Шахта Гагарина, сейчас её не видно, но это приблизительно где-то километр 700. Стреляют, да, и по нашим, и по вашим. По БСЕ обстреляли. Побывали мы также на железнодорожной станции «Майорск». Административно, это уже окраины Горловки. Эта территория находится под контролем украинской армии. Там тоже неспокойно работают диверсионные группы боевиков. Пока вот там находились, слышали несколько раз работу стрелкового оружия. Благо, с тяжёлой артиллерией пока не стреляет по нам тяжёлая артиллерия. А вот прострелы зелены, прострелы с той стороны слышно и видно. Иногда подствольники закидывают, но это не критично. Значительная часть местных жителей от боевых действий бежала. Оставшиеся, это в основном пенсионеры, бедствуют. Тут постоянные перебои с электричеством. Воду люди набирают из колодцев, нет отопления, не работают магазины, не платят пенсии. Большинство людей, с которыми там общались, вот в один голос говорят, если бы не военные, а они наладили систематическую раздачу продовольствия, вот жить там было бы совсем тяжело. Мамбуферная зона. Там украинская армия, Дзержинск, Артёмас. Здесь вот между нами, вот где-то, чуть дальше там, где-то до Горловки, стоят ДНРовская. Всё. Мы вот между ними. Печём хлеб сами. Жирать он варим на кирпичах. Кто-то вот помогает с продовольствием? Да никто. Нам только солдаты. И круп, и картошка. Ну всё. Ещё хотел бы добавить. Военные, которые там служат, жалеют, что не могут провести завтрашний день, День Святого Николая со своими семьями. Поэтому вместо носочков со сладостями дарят добрые вести, что живы, здоровы и помнят о своих близких. В этот хороший светлый день хотел поздравить дочку свою, Николь, с праздником, у неё день рождения, и крёстницу тоже с Николаем. Алексей, вот такая ситуация сейчас под Горловкой. Спасибо. Это был Руслан Смещук. А на связи в студии выходит Вениамин Трубачёв. Он следил за событиями в Донецком аэропорту. Веня, здравствуй. Какая там обстановка? В Донецком аэропорту и прилегающем посёлке Песке снова слышны были стрельба и взрывы. Причём боевики используют не только стрелковое оружие, но и миномёты. Террористы атакуют позиции украинских сил в основном в тёмное время суток. Также действуют диверсионные группы противника. Поэтому армейцы и бойцы добровольческих батальонов периодически простреливают лесополосу вблизи своих укрытий. Сопередовая. Всё, через 700 метров уже враги. Тоже не подпускаем своим позициям. Тот тогда уже на поражение идём. А так гоняем их. Ну они в ответ свой иногда тоже там отстреливают. Но такой стрельбы нет, чтобы вот как там было раньше. Российско-террористические войска продолжают стягивать военную технику к Донецку. В частности, речь идёт о танках. Это данные украинской разведки. Также замечено передвижение личного состава. Украинские же военные на передовой в районе Донецкого аэропорта новых вооружений не получают. А добровольцы иногда воюют с оружием, которое больше похоже на музейные экспонаты. Сейчас на передовую становилась дождливая погода. В районе аэропорта сильный туман. По-прежнему у бойцов не хватает приборов ночного видения и тепловизоров. И в таких условиях военные продолжают укреплять свои позиции, чистят оружие и пополняют боекомплект. Некоторые бойцы отдыхают и многие, конечно, обсуждают условия так называемого перемирия. Лучше воевать здесь, не ждать пока домой придут ко мне. Потому что у меня тоже есть семья, есть ребёнок. Я не хочу, чтобы ко мне домой пришли. Посёлок Пески производит сейчас гнетущее впечатление. Люди живут в полуразрушенных домах. Но стоит отметить, что жители понемногу возвращаются. Я вот наблюдал за такой трогательной ситуацией. Семья приехала посмотреть на свою квартиру. Она оказалась разрушенной. Они решили только забрать уцелевшие вещи и снова уехать. И женщины, увидев это, конечно, не сдерживали слёз. Кто-то приходит? А что, всё разбито, нигде ничего. Вы зайдите, посмотрите, что там делается. Уезжаем. Куда оставаться? Где оставаться? Нам здесь нигде остаться. На данный момент, Алексей, это все главные новости с Донецкого аэропорта и посёлка Пески. Спасибо, Веня, всё понятно. Это был Вениамин Трубачёв. Он продолжает работать в Донецкой области. Еда только в обмен на пленных. Машины с продуктами на оккупированную территорию пропускать не будут. Ни гуманитарные, ни коммерческие. Об этом со ссылкой на батальон Днепр-1 пишет на своей страничке Наталья Емченко, директор по связям с общественностью компании СКМ. По её информации, ключевые дороги в Донецкую область уже перекрыты. Решение о продуктовой блокаде принято батальонами без согласования с МВД. Так ли это, нам уточнить не удалось. С Антоном Герасченко, нардепом и советником министра внутренних дел нет связи. Мы отправили запрос в МВД, но ответа пока не получили. К ним же нас направили и в пресс-службе АТО. А вчера народный депутат Семён Семёнченко заявил, что гуманитарной проблемы на оккупированных территориях и вовсе нет. Магазины в Донецке полны, работают все торговые сети. Есть возможность для людей, которые готовы поднять своё тело и переехать в город Славянск для оформления пенсии, получать её, проживая потом в Донецке. И никакой там гуманитарной катастрофы в настоящий момент нет. Согласны ли с народным депутатом те, кто вынужден выживать в оккупированных городах? Послушайте сами, что говорят жители Луганска и Донецка. Мы с ними связываемся уже не первый месяц. Принад времени раздаются артиллерийские выстрелы. В некоторых микрорайонах нет электричества, не работают стационарные телефоны. В городе по-прежнему очень тяжёлая ситуация с лекарствами, особенно такими специфическими, как инсулин. Мы, например, провели последние две недели, перемещаясь в поисках инсулина от аптеки к аптеке. У нас оставалась одна единственная украинская программа такого развлекательного содержания. Фильмы, мультфильмы, энтерфильм. Но с вчерашнего дня её не стало. И висит большая заставка, что, дескать, по решению Совета ДНР в сети программы, издаваемой на территории Украины, их вещание производиться не будет. Появились упорные слухи о том, что с 15 января у нас исчезнет вся мобильная связь украинских операторов. Среди молодёжи такие небольшие волнения. Волнуются, что в Новый год будет продолжать действовать комендантский час до 10 часов. Ребята переживают, что практически мы будем все сидеть по домам, как всегда. И тихо, в каждой своём доме есть свой оливье. Вот и всё. Сейчас в городе очень сильно стреляют. Непонятно, с какой стороны. Ощущение, что стреляют в городе. Есть одиночные выстрелы из тяжёлого оружия в виде танка, возможно, в виде пушек. Есть и автоматные очереди. По-прежнему остаётся проблема отсутствия финансирования с какой-либо стороны. Пенсию получали, к сожалению, пенсионеры только лишь один раз. Зарплаты выплачивались тоже от силы два раза. Самая главная проблема, что сейчас есть, это отсутствие работы банковской системы. И непонятно, что будет с пенсиями, пособиями. Очень сложно. Пенсионерам было сложно и в лучшие времена. А в настоящий момент, я думаю, что они просто на грани выживания поставлены. Не знаю, как им удаётся выживать. Те, кто на грани выживания, пенсионеры и инвалиды в отчании подают иски к Кабмину. Чего требует от правительства и чем правительство отвечает, подробнее Алла Матюшок. 80-летняя Нина Иванова судится с Кабмином за свою законную пенсию. Женщина болеет и не может выехать из оккупированного Донецка, чтобы переоформить выплаты. С сентября сидит без копейки. Ни продуктов, ни лекарств. Выжить помогают соседи и волонтёры. Она хочет отмены постановления. Признать его незаконными, чтобы ей возобновились выплаты. Только в окружном суде приступили к рассмотрению этого дела, как посыпались новые иски. Ещё один от пенсионера из Луганской области. Есть и коллективное обращение граждан Донбасса. Все заявления объединили в одно производство. Суд перенесли на конец января. Мы сейчас подготовили обращение в Европейский суд по правам человека. И уже подали обращение от 50 депутатов в Конституционный суд. Из 800 тысяч стариков Донбасса только треть получают пенсии. Остальным выплаты и не светят. Даже тем, кто сможет выехать с оккупированных территорий. Вот почему Кабмин теперь требует предоставить справку о временной регистрации на территории контролируемой Украины. Без этой бумажки денег не видать. Уряд разорвал этот пенсионный туризм. Он фактически примушивает людей до эмиграции. При фронтовой зоне на линии распределения уже есть целый бизнес на этой сфере. Людина, которая просто не может пересуваться. Людина, которая не видит. Людина, которая не способна себе доглядать. Надо искать ещё одно и другое решение. Но в Минсоцполитике ищут решение проблемы. Однако упрощение процедуры повлечёт за собой другие сложности. Другого вопроса, как решить эту проблему, нет. Держава не может обеспечить выплату денег на территории, которая не под контролем. Одинокие инвалиды, пенсионеры, обездоленные жители оккупированных городов ждут быстрых решений от Кабмита министров. Другого правительства у них нет. Алла Матюшок, Ольга Клюева, Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер. Вчера митинг у Кабмина, а сегодня акция «Стоп трамвай». Чего добивались водители трамваев и чем всё закончилось? Подробнее Геннадий Вивденко. Трамвайное депо закрыто, работники бастуют. Утром тысячи пассажиров мёрзли на остановках. Ни один из 200 трамваев не вышел на маршрут. В столице это только добавило пробок. Не, не слышала, что не ездят трамваи. Я, конечно, хотела бы две зубыночки пройти, но хотелось бы проехать. Мы уже просто звукли. Мне не знаешь, куда надо ехать, так что я должна пешкой идти. Причина такого жесткого решения – хроническая невыплата зарплат, говорят транспортники. У кого как – от двух месяцев до пяти. Мне пришлось заплатить налоги за квартиру за сентябрь, октябрь, ноябрь. За одну зарплату. За что жить? Мы закончим грудь, что за грудь будет задолженность. Мы людей возим. Голодный ездил на работе. Я не имею права работать голодный. 17 ноября умер сын. Люди, если бы не люди, да, мне собрались столько текен. Где-то тысячи четыре, наверное, собрали. Если бы не, я не знаю, как бы я похоронилась вообще. Все аргументы в разговоре с властями оказались исчерпаны, по словам транспортника. Вчера пикетировали Кабмин. Какова реакция в правительстве на выступление работников официально до сих пор неизвестно. Там молчат. Мэр Киева Виталий Кличко прямо обвинил Кабмин в создавшейся ситуации. По его словам, правительство уже который месяц не перечисляет компенсации за бесплатный проезд льготников. Набежало 130 миллионов гривен. Нам удалось поговорить с директором Киева по страну сразу после переговоров с забастовщиками. Он подтвердил, что проблема не решалась месяцами и вот итог. Перемоги с Кабмином министров и не догадываемся, чтобы как-то меньше оставили проезд пильговым категориям. С 2008 года вартость на проезд не поднималась. Мы практически не можем плановать свою доходность на экономично невыгодном тарифе. Многочасовые переговоры с забастовщиками тяжелые и напряженные. Представителей профсоюзов удалось убедить завтра выйти на маршруты. Вчера за счет киевского бюджета выдали зарплаты за сентябрь. Сегодня оттуда же 20% за октябрь. Ситуация может разрешиться только в конце декабря, если Кабмин перечислит деньги в уставной фонд Киевпостранца. Уходя, работники трамвайных депо обещали вернуться к стачке, если их опять обманут. Мы опять останавливаемся, не выезжаем и опять приходим сюда и говорим о том, о чем уже говорили. Завтра трамваи, как обещают киевпостранцы, выйдут на маршруты. Будет ли их работа бесперебойной хотя бы в этом месяце, зависит уже от Кабмина. Геннадий Вивденко, Людмила Горбач. Подробности телеканал Интер. Пакетному голосованию не бывать. Парламент и правительство договорились принимать бюджет, менять бюджетные налоговые кодексы. Одним махом они не будут. За все кнопки будут нажимать по очереди и по отдельности. Написал у себя на страничке в фейсбуке замглавы фракции Блок Петра Порошенко Мустафана Ем. И уточнил, все три документа сначала примут за основу, а уже потом разбор полетов будут рассматривать поправки каждому из них. На этом настояли депутаты, бывшие журналисты. Бюджету посвятят всю следующую неделю. Вот, вот, уведить его хотят уже до 26 января. Тот же бюджет и кодексы еще должны рассмотреть профильные комитеты. Но вот когда, непонятно. Где и когда эти комитеты заседают, как и большинство других, неизвестно. Что происходит за закрытыми дверями? Секрет и для журналистов, и для общественности. Парламентские комитеты это такой некий пункт пропуска законопроектов. Без их выводов документы не попадут в сессионный зал. И вот на этих заседаниях в документы вносят правки. Такая непрозрачность может дорого обойтись тем, кто будет жить по этому бюджету. Первое подразделение трех стран, украинско-польско-литовское, скоро начнет учение в Польше. Сегодня в Люблине президенты и министр обороны Украины осмотрели место дислокации будущей бригады. У них будет самая современная военная техника, средства коммуникации, которые делают невозможным перехват информации, а также командно-штабные машины, оперативно-тактический и медицинский транспорт. Все это поляки показали Порошенко. Когда все это должно заработать, вот президент сказал так. За планами, вона мала почати функционувати наприкінці шестнадцатого року. Мы сказали, что це не для нас. В першому кварталі пятнадцатого року бригада має повноцінно функционувати. Ніякого часу на розкачку. Люблине на встрече со студентами президент Порошенко обещал создать комиссию и уже в следующем году внести изменения в Конституцию. Речь идет о децентрализации власти. Путин сегодня выступал перед журналистами. Рекорда не получилось. Выдохся через три часа. Сказал, что не хочет стены с Западом и даже пожаловался, что Запад сам эту стену возводит. Говорил вообще о многом. Что сказал об Украине? Подробнее Данил Русаков. Он там был. На этой пресс-конференции многое вдруг неожиданно прояснилось. Оказывается, российская элита это не олигархи. Труженьки села, работяги. Вот кого Путин записал в ее ряды. Рекордные показатели урожая 104 миллиона тонн. Пресс-конференция проходит в стандартном формате. С года в год не меняется ничего. Приглашенные аудитории это в основном региональные. Российские СМИ рисуют на плакатах разные геометрические фигуры. Упражняются в креативе в надежде хоть таким образом привлечь к себе внимание и задать свой вопрос. Приезжие из отдаленных регионов и вправду получили полный карт-бланш. А вот украинским СМИ с Путином удалось пообщаться всего один раз. Корреспондент одного из информационных агентств Роман Сымбалюк спросил о российских войсках на Донбассе. Не секрет, что там воюют российские военнослужащие и российские боевики, которые все это устраивают. Вот вопрос, сколько бы их туда отправили, российских военных, сколько бы отправили туда техники, сколько из них погибло на территории Украины. Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают. Все они контрактники, получают деньги по договору, а если они эти деньги получают за участие в военных действиях за границей, то они уже не наемники. Впрочем, свой вопрос Роман мог вообще не задать. Я, когда начал разгортать свой плакат из Украины, до меня подошла охрана и сказал, что если ты будешь размахивать с этим паперцем, то я тебя закопаю. Тем не менее, Путин дал ему слово, даже извинился перед своим пресс-секретарем. Сам президент России сказал, что ратует за сохранение территориальной целостности Украины. Слово Новороссия уже не упоминал, но говорил почему-то не о востоке, а о юго-востоке Украины. Крымский вопрос обошел стороной. Российские коллеги из независимых СМИ интересовались, кого именно стоит называть пятой колонной. Этот термин после крымской речи Путина наряду с национал-предателями в России теперь в ходу. Вот Путин и разъяснил. Трудно, наверное, дать такое научное определение, где заканчивается оппозиция и начинается пятая колонна. Оппозиционер даже очень жесткий. Он в конечном итоге до конца борется за интересы своей Родины. Пятая колонна это те люди, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства и их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей. Путин повторил, что в Украине произошел государственный переворот, но уверен, что президент Порошенко хочет мира. Судьбу Савченко решит суд. Вот, пожалуй, и все, что касается Украины. На все вопросы Путин сразу находил ответы и понимание подавляющего большинства зала. Наверное, за исключением жесткого вопроса Ксении Савчак, но и на него российский президент ответил. А вот вопрос, который задал провинциальный журналист о квасе, был больше похож на скетч из комедий-клаба. У нас делают вятский квас. Квас? Вятский квас. Ну, охрана. Я чувствую, кваску тамахнули уже скоро. А вот не о комедий-клабе в российской экономике Путин вселял оптимизм, решимость. Это все внешние враги, которые не хотят, чтобы медведь в своей тайге хозяйничал. Где эта тайга начинается и где заканчивается, не сказал. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. А дальше о страхах. Накануне многие растиражировали новость о том, что якобы Барак Обама подписал закон о военной помощи Украине и новых санкциях против России. Выяснилось, что это не совсем так просто оговорка по ПСАКе. Что имела в виду пресс-секретарь Госдепа, разбирался Дмитрий Еловский. На ежедневный брифинг для прессы представитель Госдепа Джем Саки обычно приходит с тяжеленной папкой. В ней факты, цифры, даты. Ну, в общем, такая многокилограммовая шпаргалка. Казалось бы, есть все для того, чтобы ответить на каверзные вопросы журналистов. Но нет. Накануне, рассказывая о плане новых экономических ударов по Кремлю и о возможности поставки оружия Киеву, Саки сообщила, что Обама этот закон подписал еще во вторник. Новость успели подхватить СМИ, но многим это показалось странным. Ну, как так? Еще накануне подписал, а мы ничего не знаем. Да и на сайте Белого дома на этот счет ни слова. Позже в стенограмме брифинга Госдепа в этом месте появилась сноска, которая гласила, Обама этот закон еще не подписал. Но зато подписал другой, финансовый, бюджетный. В нем тоже идет речь об Украине. Киеву предоставят важные заемные гарантии, а на программу инициативы заверения Европы дадут 175 миллионов долларов. Это позволит Америке оказать помощь Украине и странам Балтии на военные расходы. Еще в документе предусмотрен запрет на контракты с Рособоронэкспортом, а также вето на любые действия, которые позволяют Кремлю закрепиться в Крыму. Очень похоже на уже известный акт поддержки свободы Украины 2014 года, но тот гораздо шире. Там есть и прямая военная помощь Украины, и деньги на обустройство беженцев, и меры по увеличению энергетической безопасности страны. Однако этот документ пока ждет розчерка президентского пера. Когда? Сроки прежние. Обещают до конца этой недели, ну то есть буквально сегодня-завтра. Но обязательно надо успеть до Рождества. Если закон пролежит в ящике до следующего года, то это верный знак. Обама не хочет давить на Россию и активнее помогать Украине. Так что к одниу святого Николая такого подарка уже не будет, это понятно. А вот к Рождеству все-таки хотелось бы. Так что остается только ждать. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк, подробности, Американское бюро телеканала Интер. А вот о подарке папе Франциску, сближении Вашингтона и Гаваны, где договаривались и почему Кремль. Все проморгало, теперь зубами скрижащит. Смотрите дальше. Новое приключение Топаза. Топаза. Звезда антимайдана снова выступает в суде. Неспортивные страсти. Ивано-франковские физкультурники сражаются в суде. Рождественская интрига Букингемского дворца. Станет ли поздравительной речи Елизаветы Второй последней? Топаз снова за решеткой. Известный харьковский антимайдановец якобы пытался бежать в Россию. Что рассказывал Топаз в суду? Слушала Лидия Калинина. Он пропал в сентябре. После того, как из СИЗО его отпустили под личное поручительство. Три месяца о нем не слышали даже адвокаты. Сегодня Игнат Крамской, он же Топаз, в наручниках в зале суда. Здорово. Взяли его вчера вечером, недалеко от пункта пропуска Гоптовка, пытался бежать в Россию. Вы бы делали... Ну да. Но тут в дело вмешиваются адвокаты. Не ставьте нашего подзащитного сотрудничества в ситуацию. Мы также, как люди, увидим впервые с момента 9 сентября. Они просят у суда времени, чтобы пообщаться с подзащитным. Всего 20 минут наедине, и Топаз начинает говорить совсем другое. Мол, три месяца провел на стенках СБУ. В подвалах, в подвориках меня держали. Когда были проверки, меня поднимали в кабинеты. Мне урожали лишить жизни. Всего полчаса назад он бодрился. Теперь просят у суда охрану, каску и бронежилет. А лучше и вовсе не запирать его в СИЗО. Суд с этим согласиться не готов. Анекдотично. Топаз знатный бегун. Впервые его задержали в марте после штурма Харьковской обладминистрации. Отправили под домашний арест. Но он срезал браслет и сбежал. Скрывался в Донецке и Луганске. Потом новое задержание. Суд отпускает его из-под стражи. Когда говорили, Крамского должны были обменять на украинских военнопленных. Но он, наверное, никому не интересен. Людина сама плутается в своих показах. Затримание пана Крамского происходило за законами Украины. Адвокаты обещают пригласить свидетелей, которые видели Топаза в следственном изоляторе СБУ. Сам он даже якобы смог оставить там какие-то тайные метки. В итоге суд решает. Два месяца Крамской проведет в СИЗО. Обвинения те же. Сепаратизм, массовые беспорядки, угон авто. Котовася с Топазом продолжается. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Веерные отключения заставили покупать электроэнергию в Приднестровье, которая контролируется Россией. Такое ноу-хау в Одессе. Насколько это реально? Ситуацию изучал Андрей Анастасов. Внезапное веерное отключение света, темные квартиры и улицы, неработающие школы, предприятия и светофоры. Все это реальность и для Одесской области. В связи с угольным кризисом в стране регион недополучает четверть необходимого электричества. Отсюда недовольство людей и даже перекрытие дорог. Два раза в день. С 10 до 12, с 4 до 6. Со вчерашнего дня нету света в половине дома из-за того, что горит щитовая. Вот сидим в каменный век при свечах. Неожиданное решение предложил одесский губернатор покупать недостающие 350 мегаватт в час за границей у молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Те якобы не против. Да вот ни прежний украинский Кабмин не согласился, ни нынешний не торопится с решением. Приднестровье контролируется Россией. Я очень надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация разрешится. Что думают в правительстве о предложении Палицы? Насколько уместно заключать договор с предприятием сепаратистского Приднестровья? Неизвестно. На наш запрос в Минтопэнерго так и не ответили. А вот одесские эксперты недоумевают. Как можно технически закупать электроэнергию для отдельного региона, если в Украине единые сети? Отделить отдельную область от единой энергосистемы это смешно. Такого быть просто не может. Мало того, Украина сама продает Молдове электроэнергию в три раза больше, чем не хватает тому же Одесскому региону. Эти контракты можно было бы пересмотреть и оставить часть себе. Пока же эксперты советуют пересмотреть хотя бы графики отключений. Например, перевести промышленные предприятия на ночной режим работы. И тогда днем появится свободный ресурс для бытовых потребителей. Может и дороги тогда бы перестали перекрывать. Но это решать местным властям и Кабмину. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Подарок ко дню рождения папе Франциску. Вашингтон и Гаванна сближаются после полувекового взаимного неприятия. В прошлом году Россия простила 90% кубинского долга. Это 32 миллиарда долларов. И вот теперь это троллинг экспертов Обама. Без единого выстрела отжал Кубу дальний пляж у Кремля. Как и где договаривались Вашингтон и Гаванна подробнее Юлия Орленко. Они говорили 45 минут. На раскаленной телефонной линии американские кубинские лидеры Барак Обама и Рауль Кастро. Рядом с каждым толпы помощников. Гаванна и Вашингтон замерли в ожидании. И вот исторический момент. Сегодня США меняют свои отношения с народом Кубы. И это самое существенное изменение в нашей политике более чем за 50 лет. У нас много различий, но я подчеркиваю, мы готовы работать над этими вопросами. Кубинцы празднуют. Пресса пестреет заголовками. Начало новой эры и двери открываются. Среди грядущих перемен. Обмен посольствами. Упрощенный въезд для американцев на кубинскую территорию. Исключение Кубы из списка стран, спонсирующих терроризм. А еще обмен пленными. Наиболее громкое освобождение американца Алана Гросса, который провел за кубинской решеткой 5 лет. Обвинялся в шпионаже. Я уверен и думаю, мистер Гросс со мной согласится, что его освобождение это шаг вперед в наших отношениях с Кубой. Переговоры про освобождение Гросса шли долгих 18 месяцев. Не последним их участников был Папа Римский, аргентинец по происхождению. Он и письма Вашингтон и Гавану писал. И даже встречу Ватикана для сторон организовал. Папа призывал их уладить разногласия и покончить с этой аномалией, которая длится уже более полувека. Именно Ватикан сыграл важнейшую роль в освобождении Гросса. Правда, поговаривают, что на самом деле власти США куда сильнее были заинтересованы в свободе другого человека. Имя его умалчивают. Известно лишь, что этого агента остров свободы удерживал в неволе более 20 лет. Эксперты задаются вопросом, почему именно сейчас Вашингтон пошел на сближение. Вызвано ли это стремлением Обаму уйти, оставив след в истории? Ведь до конца его президентства осталось два года. Или же дело в другом. Эксперты напоминают, в мае Гавана и Москва подписали договор, направленный на укрепление военного сотрудничества. А в июле Путин решил списать 90% кубинского долга перед СССР. А это 31 миллиард долларов. К тому же Россия якобы обратилась к Венесуэле и Кубе с просьбой использовать их аэродромы для своих Ту-95, способных нести ядерные заряды. Близ Каракаса даже начали удлинять взлетно-посадочную полосу. Однако события 17 декабря способны привести без того игнорируемую Венесуэлу к еще большей международной изоляции. Ведь дверь приоткрылась и начался забег, результат которого предугадать сложно. Юлия Орленко, Телеканал Интер. Рождественские интриги. Поздравительная речь Елизаветы Второй может стать последней. Дыму напустили букмекеры. Будет ли огонь, проверяла Оксана Кундеренко. Наверное, в эти минуты за высокими заборами и каменными стенами Букингемского дворца британская королева записывает рождественское обращение. Традиционную речь готовят заранее, чтобы выдать в эфир 25 декабря. Но уже сейчас публика гадает, что именно скажет Елизавета Вторая. В букмекерских конторах принимают ставки, и многие ставят на то, что королева уйдет на пенсию. Хотя в самом дворце подобные слухи комментировать отказываются, дыма без огня не бывает, рассуждают букмекеры. Пресс-служба двора в ответ напоминает. Королева поклялась всю жизнь отдать на служение нации. Но свои ежегодные речи обычно делает исключение и вспоминает что-то личное. Здесь, дома, в это Рождество, моя семья стала гораздо больше. И рождение ребенка дает каждому шанс думать о будущем с надеждой и счастьем. Строить будущее в Великобритании хотят все больше и больше граждан России. Пока в их стране обваливается национальная валюта, те, кто успел накопить заграничную, вкладывают в лондонскую недвижимость. Не простую, а мегаэлитную. В фешенебельных кварталах Мэйфэр, Белгравия, в районе Гайдпарка. Спрос на жилье свыше 20 миллионов фунтов стерлингов среди россиян резко возрос. Агенты говорят, не успевают показывать роскошные особняки и пентхаусы. Российские клиенты буквально обваливают сайт и настолько активно просматривают предложения. Приобрести жилье хотят срочно. Причем по новым правилам такое капиталовложение уже не поможет получить визу инвестора и остаться жить в Соединенном Королевстве. Но это шанс спасти деньги не только в Великобритании, а и в других странах Европы. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. ФИФА преследует скандалы. Там новая отставка. Почему следователь по этике покинул федерацию и что содержал его доклад, разбиралась София Гордиенко. Американский юрист Майк Гарсия, член комитета по этике, возглавлявший следственный комитет ФИФА, два года вел расследование о фактах коррупции в этой организации. И даже доклад написал по поводу того, за какие заслуги права на чемпионаты мира по футболу получили Катар и Россия. В документе свидетельство 20 человек о нарушениях при проведении конкурса. Но оказалось, в таком виде доклад никому не нужен. В ФИФА из отчета о расследовании в 400 страниц выбросили все ненужное и оставили только десятую часть, где ни слова о критике. Гарсия возмутился и пытался было жаловаться. То к Блаттеру пошел, то к Платине. Но оба сделали вид, что они тут ни при чем. Американец плюнул и подал в отставку. В официальном заявлении отметил, мол, не с кем в ФИФА разговаривать. Никто ни за что отвечать не хочет. Да и странно, после стольких лет скандалов и коррупции поверить, что футбольная федерация изменится. Конец цитаты. Скорее всего, конечно, не изменится. Футбол остается футболом, пока зрители играют в болельщиков, спортсмены, в игроков. А сильные мира сего играют в матчи, чемпионаты и договариваются о бесходах игр. Но это все до поры до времени. Синдром Каддафи может наступить и в ФИФА. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. О демонстрации пингвинов пышно губом британцы а-ля Ким Кардашьян и Обаме в роли парковщика. Смотрите далее в нашем обзоре. Принести кофе, припарковать машину, достать товар с верхней полки. Об этом просили президентскую чету Америки. Барак и Мишель Обама в интервью журналу People признали, что не раз в жизни им приходилось сталкиваться с проявлениями расизма. Президент США считает, что за последние годы отношение к темнокожим улучшилось, но ситуация полностью не наладилась. Сделка не удалась. ФБР арестовала мужчину, который пытался продать полицейским под прикрытием украденные 6 лет назад картины. Среди них работы Марка Шагала и Диего Ривера. Всего конфисковали 9 шедевров на сумму более 10 миллионов долларов. Нет налогу на секс. Восло нигерийская проститутка отсудила у налогового инспектора крупную сумму. По решению суда мужчина должен вернуть жреце любви почти 10 тысяч долларов. Деньги он потребовал от работницы секс-индустрии в качестве налога с дохода за оказание интимных услуг. Хочу такие же губы. Британец потратил 150 тысяч долларов на пластические операции ради сходства с американской телезвездой Ким Кардашьян. 23-летний визажист Джордан Парк изменил форму губ и щек, удалил волосы на лице и теле, сделал татуаж бровей и несколько инъекций ботокса. Правда, главное достоинство Ким, ее пышные формы, Джордану скопировать пока не удалось. Голые на парковке. Такую месть устроила китаянка мужу и его любовнице, своей же сестре, уличив их в измене. Разъяренная женщина поймала пару на горячем прямо в автомобиле, припаркованном возле торгового центра. Те, испугавшись, выскочили, в чем мать родила на улицу. А ревнивица села в машину, заблокировала дверь, сделала несколько снимков на мобильной и уехала. Парад миниатюрных Санта-Клаусов, эльфов и елок. В Южной Корее пингвины прошлись по парку развлечений в специально сшитых новогодних нарядах под умиленные возгласы туристов. Руководство парка на этом не останавливается. Пингвинов будут гонять на костюмированную прогулку каждый день до конца года. Сферы с цепями и интерактивный куб появились в аэропорту Борисполь. Зачем все это и для кого? Елена Митясова подробнее. С борта самолета в искусство. Такой креативный ход показать Украину изнутри. Мария демонстрирует черновой вариант своей инсталляции. Я уже даже думала, что это как бы снег, но из него можно собрать сосульку на самом деле. То есть если подвесить с потолка вниз эти сферы с цепями. То есть это такой трансформер, я с ним играюсь, у меня появилась возможность собрать новую комбинацию. Разглядеть в замочной скважине свое отражение пытаются братья Борисенко. И там найти какие-то ответы на какие-то вопросы. Я пока что не понимаю, черт знает что там находится. Не знаю, я так понял, что каждый человек... А, да? Каждый человек какой-то, ну, находит какие-то ответы на какие-то свои вопросы. А это Татьяна встречает друзей. Настолько ярко, привлекательно, вот в такой вот серости и дождливой погоде, что, ну, мы даже стали очень далеко, но вернулись, все настолько красиво. Эти фигуры мы с вами, с разными взглядами, вкусами, интересами. Но всех нас, уверен автор, объединяет одно желание. Жить в мире. Идея не новая, а пробированная в других странах. Мы сподіваємось на мир. Мы сподіваємось на те, что мы будем снова развиватися. Пока инсталляций всего шесть, но уже скоро, к 14 февраля, их будет гораздо больше. Вот расскажем, какой увидят Украину и что в ней увидят. Мир, войну или распутье между ними. Елена Митясова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Ну что ж, мира нам всем. Это были главные новости четверга. Спасибо, что смотрели. Давайте увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин